Ранний подъем, потому что меня просто, знаете, крайне взбесила ситуация с журналистами. Сейчас вам скажу, с какими. Мне просто начали в наглой форме названивать журналистов с разных телеканалов в 12 ночи, в час ночи, и думать, что я обязана давать какие-то комментарии по поводу Яны Бобровой. То есть, знаете, ощущение, что это моя дочь, которая тут весит у меня, не знаю, 20 килограмм, и за которую я отвечаю. Короче, не выдержала я всю эту историю. Меня уже прямо изрядно трясло. И я согласилась дать комментарий уже каналу. Сегодня в 7 утра. Вы представляете, да, насколько меня эта ситуация уже достала, что я ночь не спала даже со снотворным уже. Потому что вот честно, такого неблагодарного человека за всю свою жизнь я встретила впервые. Просто вот клянусь вам. То есть, мало того, что она ко мне обратилась, и я договорилась с потрясающими людьми. Это Никита, редактор передачи «За гранью», который приехал за ней в Белгород, привез ее с реанимобилем. Я, которая просто отдала столько денег на это все. Но в чем вся вообще суть ситуации? Как оказалось, значит, когда Яна приехала на НТВ на съемки, ей заплатили гонорар около 100 тысяч. А у нас был договор, что она приезжает сюда, чтобы нам НТВ помог оплатить переезд, реанимобиль. Но некоторые расходы я брала на себя. Плюс НТВ сняли роскошный номер люкс, двухкомнатный, напротив Останкина, в хорошей гостинице. Плюс полностью после передачи клиника за нее взялась. Хотя никто не хотел брать на себя ответственность случай, не дай бог, летального исхода. Она там была 5 дней. День пребывания 25 тысяч стоило, считайте сами. И после этого она мне сказала, ну все, мы едем домой. То есть они как хотели, взять гонорар. Вообще теперь уже понятно, да? И поехать домой с нормальными такими деньгами. А что по сути, знаете, оплатили переезд, пиарчик и денежки взяли. Я говорю, нет, ребяточки, так не пойдет. Вы, говорю, едьте в Голланду лечиться. У него лечение там 250 тысяч. Ну, естественно, договорилась. Говорю, Ян Генрихович, давайте, девочка там в жутком состоянии. Надо помочь. И Ян Генрихович просто, знаете, по своей доброте согласился ее взять. Ну, естественно, я, значит, редакторам звоню. Оплачиваем проезд на поезде. Даем вам с собой 50 тысяч, чтобы они сняли отель. Но они опять захотели сбежать уже. Вы тут, да? Нет? Нет? Алло? Звука нет. Сейчас есть, нет? Просто мне сейчас позвонила, опять канал один, этот, Россия один. Звука нет, да? Звук. Сейчас. Ну, ты же знаешь, что нужно добавить в свою ферму. Где я? Сейчас есть звук, нет? Ну, был. А, там есть все, да? То пропадает, то... Все. Да это потому, что мне звонили с Россия один. Ну, и вот. И, короче, они хотели уже с теми деньгами, которые им дали на передачи, и с теми, которые дали на проживание в Нижнем Новгороде уехать. И, короче, потом меня, значит, начали... Она начала меня там в чем-то обвинять, но вы это помните. И сейчас там вообще жуткая история. Она оказалась, опять начала сбор денег. То есть она это все делала и целенаправленно заболела, чтобы вместе с мамой, со своей, таким образом зарабатывать. И сейчас там в Белгороде уже поднялась полная движуха по этому поводу, потому что ей люди собрали на питание, а эти деньги там ушли на какую-то шубу, еще на что-то. Короче, сейчас ими уже занимается прокуратура. Но я что хочу сказать, то что вот я такое пережила, я вообще столько потратила на нее нервов, это же просто невозможно. И вот у меня, знаете, что я думаю? Ну вот Бог же вообще все видит, потому что ну как люди не боятся, да, вот обращаться ко мне, хотеть просто 150 косарей себе забрать и уехать. И им плевать, по сути, на дочь даже, да, я матери сижу, говорю, ваша дочь, ну, она умрет. И они вот, за что это весь сэрборт-то начался? За то, что в Нижнем Новгороде я их заставила лечиться. А они хотели деньги, которые им дали на проживание в отеле, забрать с собой и уехать. Ну вот вы понимаете, и я сказала, меня ни в чем не обвиняют. Это их уже обвиняют в мошенничестве, вот. Я хотела сказать, что просто я отдала место Яне, хотя у меня очень много людей, которые хотят лечиться и реально мечтают не ради там заработка, вот. И голод на нее потратил столько времени, и вот просто все в жизни всегда встает на свои места. Рано или поздно, так или иначе, понимаете, что я вот хотела вам сказать из всей этой ситуации. То, что они мне столько нервов попортили, они писали про меня, что я там хайпую, еще что-то. Я хотела сказать, вот мне этот хайп, да, вот я уже никого сейчас, ну, тех, кто беру, только вот не эфирно, потому что я поняла, что столько людей хотят выезжать за мой счет. Вот, вот. И просто готовы вот идти на любые меры. И это, конечно, очень печально, потому что выгребаю потом я все эти последствия. А у меня уже здоровья тоже, знаете ли, нет. Цель на 24-й год, слушайте, это такой смех, я сейчас вам расскажу свои цели и что. У меня они не меняются практически, я никогда не забуду, как в прошлый Новый год мы встречали там моя семья, вся Игорь. И Алена, жена брата моего, говорит, Маш, нужно выпить шампанское и поджечь записку и все это выпить. Я, значит, написала, что хочу ребенка от Игоря, хочу за Игоря замуж там, хочу там, ну, все связанное с семьей. И что вы думаете, значит, я эту записку подожгла, а я много так написала желания, она не сгорела. И я, короче, эту просто записку горелую, настолько хотела, чтобы все исполнилось, съела. И всю ночь не отходила от унитаза, это какой-то бред, ничего не исполнилось. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают, какие у тебя там цели, ну, что мне сказать, я планирую, чтобы все было хорошо. На, как это, на все воля Божья. Я в этом году шампанское не пила, потому что его в Сухуми дали сладкое. И обошлась без этого всего. Ну, кто во что верит, у кого космос, у кого Вселенная, у кого Всевышний. Короче, главное во что-то верить. У Вова не цистит, у него, во-первых, у него был рак, ему все удалили. Во-вторых, ему уже по нынешним меркам лет, наверное, 150. У Вани нет цистита, это Вова писала с кровью. Короче, я пришла, ему сделали систему капельницы, сейчас все прошло. Маш, покажи, что, что показать, я не поняла, вы тут что-то мне пишете. Я сегодня, говорю, ночью прям вообще не спала из-за всей этой ситуации. А, маму покажи. Мама пельмени ест. Она не это, не хочет. Сейчас, чтобы я показывала. А, нельзя загадать желание, а потому что високосный год, да, или что? Я просто немножко не в теме ситуации. У меня на носу, видите, прыщик. Не могу его ничем замазать, ну и ладно, собственно говоря. Не могу, не могу. Убывающая луна. Ну, вообще, все загадывают обычно Новый год без этого, без разницы, какая луна, насколько я знаю. Вообще, все зависит от того, как мы себя настроим. Понимаете, да? Можно, вот почему многие говорят, что нельзя обращаться вот к гадалкам, да, вот все вот это. Потому что вот они скажут какую-нибудь фигню, а, например, у вас это вообще нет. И вы волей-неволей начнете об этом думать и притягивать. Вот и все. Сочи, конечно, розовую баночку с пэдами, пожалуйста. Это прям мое спасение, клянусь. Так, все, показала. Докрашиваюсь. У меня времени мало. Я вышла к вам буквально на пять минут, потому что мы уезжаем. Ой, знаешь, я бы пошла, но не пойду нырять. С моим-то здоровьем. У меня сейчас мама тут болела. Понимаете ли, столько денег. Собака. И если еще я слягу, то это уже все. Привет, дочь. Привет, моя красавица. Так, что, фея нужна? Банкротиться стоит ли? Ну, если это может попахивать уголовки, то, конечно, да. Это имеет смысл. Прямо сто процентов. Вот. А если можно как-то вывести, то... То вывози. Но если у тебя реально большие какие-то долги, и это может грозить тем, что уже там какие-то это... Ну, вот я кого знаю, многие мои знакомые, да, из Самары, они банкротились, потому что они понимали, что не вывезут. Ну, хотя... Я что? Я же не могу, блин, советовать что-то вам особо. Я вот спросила, хотите, фея прилетит на один день, поисполняет ваши желания какие-то там после Нового года, потому что все растратились. Но нужно будет на всех подписаться. О! Привет, мой красавчик! Глеб! Это вот у кого... Кто мне подарил... Как называется? Ну, как они называются? Диффузор для дома. Очень крутой. Ну, короче, если нужно, фейс, скажите, потому что я не хочу чисто заморачиваться. Я и так это делаю для вас. Если вы подпишетесь, то окей. Если нет, то не буду. Да знаете, вот мне кажется, для женщины быть сильной это последнее дело просто. Потому что женщина должна быть счастливой. Да и на кого-то подписаны. Это каждый раз новые люди, Зай. Это нужно заново подписываться на тех, кому я скажу. Сейчас она еще даже не началась. Это просто я спросила, хотите ли вы или нет. Блин, такая кисточка удобная. Прям не могу. Куда я собираюсь? Даже говорить не хочу, куда я собираюсь. Это мама меня вечно расстраивает. Да, не буду я говорить вам, не переживай. Не переживай. Мне мое здоровье важнее. Как мама? Ну, вашими молитвами как, дорогие друзья? Когда замуж, почему нет квартиры? И когда дети? Ну, это, ну, как бы, вот я ждала этого вопроса. Вот без этого вопроса, я уже поняла, эфира не будет. Вот, она мне напоминает о том, что нужно думать не только о карьере, но еще о том, как выйти замуж, где найти мужчину. Помимо того, что выйти замуж, родить, даже не знаю, что первое, родители выйти замуж, или вообще только родители, вообще только выйти замуж, или вообще ни то, ни другое. Ну, квартира это традиционно. Я думаю, вот, вот, вот уже на подходе. Сейчас вот я накоплю на, на, накоплю, и все, и все пойдет прям, я уже чувствую. Вот буквально трешка плывет ко мне. Ну, знаете, что хочу сказать, что я молодец. Я в этот раз смогла накопить все-таки где-то в районе 100 тысяч рублей. Я не все тратила. То есть это уже неплохой результат. Учитывая то, что я снимаю квартиру, это уже неплохо. Ой, спина так болит просто. У меня мокрая стою еще. Есть знакомые юристы. А мне зачем юристы-то, Зай? Они что мне? Замужество предложат, или денег дадут? Или ребенка сделают? Че? Или просто, если понадобится? Так-то у меня проблем вроде нет, слава богу. Альмитиско, привет. Ну, не дешево, не дешево. Однушки все в районе 55-60 в хороших районах охраняемых. Ты какой-то херней занимаешься. Вот я тоже так считаю. Вот честно. Я посмотрела там, вот сейчас, Майя, лоты продают. 550, 600-ка. Ой! Мне не снилось так. Я там делаю всегда цены очень, ну, лояльно на рекламу. Очень-очень прям маленькие. Потому что я все время думаю, у людей денег нет. А вдруг что-то не так. А люди в себя очень молодцы верят, конечно. Так и надо. Короче, в итоге все на волшебное ебали уехали. А я тут кукую. Из больницы одной в другую ухожу. Так. С мамой живешь и родили. Ну, конечно, с мамой, слава богу. Еще я две квартиры не снимала. Вы что желаете, чтобы я вообще тут валялась у порога? Я не могу найти подводку. Меня это просто сейчас добьет. Я не знаю, что с этим делать. А, вот нашла. Я купила роскошную подводку за 92 рубля. Вы знаете, это просто спасение. 92 рубля. Зато я сама искренна. Знаешь, а вот это никому не нужно. Я вот уже поняла. Понимаешь? Потому что вот эта искрасть в жопу ее. Деньги нужны. Мам, просили тебя показать. Ты хорошо выглядишь. Я тебя покажу сейчас. Нет. Да. Фу. Вы сейчас уйдете из дома. Машинка, мне нужна банная. А мне нужно глаза подвести. Маша, ты планируешь вместе с мужем и с мамой жить в дальнейшем? Дорогие друзья, ну, вы желаете, чтобы я всю жизнь была одна или что? Ну, конечно же, я не буду жить вместе с мужем и с мамой. Потому что, ну, ни один адекватный мужчина не согласится на это. Ну, ладно, еще жить. Маша, я бы не согласилась жить. Ну, ты-то вспоминаешь Игоря. Я-то знаю. А, например, с Димой с моим, с мужем бывшим, ты бы жила, я знаю. Ты-то с ним получше, чем я общаюсь. Но дело в том, что мы с ним фильмы смотрели, он мне все рассказывал. В Таиланде как вы? Что вы смотрели в Таиланде? Он мне все рассказывал. Игра престолов, да, вы смотрели? Вы знаете? То есть меня не было. Я занималась работой, а они каждый день смотрели по три часа фильма. И вот я с ним, он мне рассказывал про каждого актера. Мама недопонимала, да, что ты? Только я его, например, спрошу. Дим, а вот этот тут же стоп. И начинал мне все про этого актера. И уже фильм восторавливался до следующего утра. И я думаю, боже мой, ну зачем я спросила? Я уже даже забыла, о чем фильм дальше. Но про этого актера я все знала. Ну, вообще интересно. Он очень умный человек. Интеллигентный. Мам, ты знаешь, вообще, я так понимаю, мне кажется, он тебе нравился всю жизнь. Дима? И ты ему. Вот честно тебе скажу. Вообще, он мне всегда головной шаг. Мама твоя звезда. Нет, ну, у меня, к счастью, без этого. Мама ничем не болеет, все. Я не внушила, что она здоровая. У нее, когда температура была 39,7, я сказала, мама, это здорово. Ой. Как-то так. Ой, сейчас я. Сейчас, дорогой. Да я уже это, я уже всех заблокировала, кто писал фигню. Здравствуйте. Да и отпадут и хер с ними. Я уже новое иду делать. Я с ними месяц проходила впервые. Очень хорошая тушка, Борэ. Я прям на ресницы мажу. Планируешь отдых на море. Ну, честно, сейчас нет, дорогие друзья. Что-то мне сейчас не до отдыха совсем. А у меня сейчас вот мама болела, собака болела. Столько денег ушло. За квартиру оплатили. За съемную. Все. Сидим дома пока что. Придете, участницы, на Дом-2? Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы я туда пришла. Ну, мы не полетим на Бали, дорогие друзья. Ну, вы что, с ума сошли? Вы вообще видели, какой ценник на билеты? Ну, вот я что, похожа на человека, который сутками работает, чтобы потом в один день спустить все? Ну, это же вообще. С Димой Зыкиным общаться? А кто это? Я знаю Максима Зыкина. А Диму Зыкина я не знаю. Мы с Максом прекрасно общаемся. Он просто уехал жить к себе обратно на родину и учиться. Я не пойду на Дом-2, потому что я эмоционально это не вывезу. Это не моя история. Это было актуально, когда мне было 26 или 27, я забыла, и когда я только ушла от мужа. Тогда я была полна энтузиазма, а сейчас мне что там делать? Просто хайповать, но у меня и так охваты такие, ну, как у мало у кого. Меня люди и так любят и смотрят. А что туда приходить? Замуж я там явно не выйду. За кого? Я забыла, как. Кто там есть из мужиков? За Везуса? Но это не предел моих мечтаний, извините. За кого? За Саймона? Ну, не знаю. Соседи. Ой, слушайте, наверное, они расстались. Волшебство прекратилось. Его хватило ненадолго. Хотя, вроде, я увидела. А, нет, они в Дубай летели. Все четко. Они улетели в Дубай. Он нормальный чувак. Он много зарабатывает. Он всю жизнь работал. И все. И теперь уже готов жениться. Поэтому совет да любовь, ребятам. Я за них очень рада. На нос намазала. Это все подряд. У меня это такая... Я просто люблю красить нос. У меня вообще все равно. Да. Тебе бы такого можно, как твой брат. Ой. Мы с братом, с моим, 10 минут не можем прообщаться. Потому что у нас у обоих очень-очень тяжелые характеры. Саймон вернулся на проект. Не знаю. Я вчера ночью включила проект. Не могла уснуть. Увидела Саймона. И мне кажется, он такой потерянный. Вообще жесть. То есть, не такой, как раньше. Голову мою. Ну, раз в 3-4 дня где-то. На проекте Саймон был с Мэри Кулешовой, с Марго Всянниковой, с Леной Хроминой. Так, забыла еще. Ну, с кем он только не был, по-моему. Чечня, салам. Видите, 5 минут накрасилась. Ребята, я не делаю ногти на руках, я говорила. Потому что я играю на скрипке, они под корень отпадают. У меня сейчас репетиции каждый день. У меня концерт 24-го. Очень ответственный. Марго поднялась киркором, тусит. Ну, конечно. Что думаешь по поводу Саши Черно? Знаете, что я думаю? Что все не просто так. Так, обстоятельства, видимо, заставили временные. Вот. Вы знаете, максимально некорректный вопрос о том, какой у меня заработок в месяц. Честно, ну неужели вас не учили, что какие-то вопросы задавать нельзя? Машка, ты специально меня не считаешься про эфир с бывшим образом? Он, может быть, и хороший, но у меня с ним никогда ничего не было. Мы никогда не спали с ним. И он просто, как бы через агентство, у меня взял рекламу. И то, такую, что не приведи Господь никому. Так, все, я докрасилась. Пойду переодеваться и будем выезжать. Ну, просто реально. Некоторые люди вот такие вещи пишут и спрашивают. Ну, просто и так понятно, что я максимально с вами открыта. Но вот уже просто лезть даже элементарно под кожу, мне кажется, это вот, ну, вообще бред какой-то. Просто бред. Элементарная какая-то такт, вообще приличие. Мы не были никогда парой. Ты что, дочь? Люди в себя. Это вообще не мой вкус. Ты видела мужа моего, Игоря? Ну, как бы, вот это да. Это норм, ребята. Ой, спонжик упал. Ой. Все. Все. Реванная готова. Все, мама, иди давай. Ты водилась. Иди. Иди. Маш, я с вами нехти даже подробно, чтобы сейчас уже надо одеться. Подводку по мне ровную сделала, блин. Ты вот меня поторопила. Я поторопила. Слушайте, я получила диплом визажисту у Зои Ники. Я могу вообще преподавать или красить, но мне это неохота. Я для себя еще раз. Вот. Собственно говоря, так. Все, друзья мои, я вас очень сильно люблю. Я вышла к вам буквально 10 минут, пообщалась. Смотрите сториз. Сегодня, наверное, прилетит фея. На один денечек будет исполнять ваши желания. Ника, привет. Кстати, вот, Ника моя пришла. Мы с ней устраиваем ретрит в роскошном доме. На два дня мы собираем ребят, все, кто хочет круто провести время, прокачаться, отметить круто китайский Новый год. Вот. Это. А что мне еще для тебя выложить? Еще диплом из консерватории, да? Из аспирантуры. Еще из МГУ. А еще что? Еще паспортные данные, карточку и пин-код желательно. Думаю, вот это прям то, что тебе подойдет. Вот. И мы с вами будем круто отмечать китайский Новый год в роскошном доме. Куча будет всего. Ретрит это, вы знаете, да? Это такое духовное мероприятие. Мы его устраивали в прошлый раз. Но у нас было маленькое пространство и огромное количество желающих. Но, как бы, не все уместились, далеко не все. И все просили, вот, когда это повторится мероприятие, еще раз. И вот мы, наконец-то, нашли совершенно роскошный дом. Это будет незабываемо. Два дня с 9 по 11 февраля. Я все выложу в сториз. Никаких прогревов не будет. Просто кто хочет, придет. Причем за любую цену. Я это уже знаю. Потому что, когда я выкладывала гайд по похудению, и сказала 800 тысяч раз, что вот по этому промокоду нам будет скидка. Вместо 5 тысяч будет стоить 900 рублей. Так вот, мне скинуло 30 человек, ровно или 40, что взяли по цене 5 тысяч. Это лишний раз подтверждает, что если кто-то что-то хочет, и так возьмет. Ладно. Все, дорогие друзья. Всех с крещением. Сегодня же 19-е. Кто пойдет нырять, не ныряйте, как девушка-то в Питере, которая нырнула и ушла под воду, не дай бог. Только в проверенных местах. Только под наблюдением врачей. И обязательно, чтобы все-все-все были здоровы. Несмотря на то, что говорят, что да, вода в этот день святая, и все грехи смываются, все равно нужно это очень аккуратно делать. Потому что на моих глазах было несколько людей, которых увозили там с сердечными приступами. Ну, в ночь. С 19-го на 20-е крещение, по-моему, ждали 19-го. Сегодня же. А, сегодня 18-е. Значит, завтра. Ну, короче, заранее вас предупредила. Друзья, все. Мне некогда. Я вас очень сильно люблю. Эфир сохраню, потом удалю. Все.